Всем привет! Уже завтра, если мы успели это смонтировать, 23 февраля. И нужно что-то подарить мужчине. Если вы не знаете что, то вы в правильном месте. Потому что у нас тут подборка хоть и обычных предметов, но все-таки гиковских. Если вы хотите сделать особенный подарок, а не очередной, то вы в правильном месте. Меня зовут Андрей Рассказов, вы на канале MadRobots и это подборка к 23 февраля. Ну и давайте начнем с кофе. Потому что с чего как не с кофе, начинается ваш день или утро. Вот тут у нас есть Wacaco Nano Presso. Да, это кофемашина. Да, она такая маленькая. Позвольте я распакую ее, приготовлю кофе и все про нее расскажу. Наш офис пережил небольшое наводнение, поэтому верхушка чуть-чуть намокла, но главное, что внутри все цело. А внутри нас встречает вот такая коробка. Больше тут ничего нет. Уберем вниз. И внутри, собственно, кофемашина. Вот так вот она выглядит. Тут еще есть инструкция. Кстати, книжечка увесистая. Но отложим это в сторону. Сама упаковка выглядит вот так. Очень круто, что сама кофемашина в чехольчике находится. Потому что это всегда приятный бонус, его будет удобно носить с собой. Вот так выглядит кофемашина. Давайте я сейчас все приготовлю для того, чтобы сделать кофе. И параллельно буду рассказывать. Итак, вот этот набор вам понадобится, чтобы приготовить кофе вот в этой кофемашине. Собственно, ну, сюда мы будем наливать готовый кофе. Это у нас кипяток. Ложку я взял просто, чтобы было удобнее. На самом деле, можно просто насыпать на глаз. Ну и, собственно, молотый кофе. Я никогда не пользовался этой кофемашиной, поэтому посмотрим, насколько быстро у меня получится ее освоить. Ага. У нас здесь еще в комплекте есть вот такая щеточка, которой можно чистить, собственно, кофемашину. Стаканчик для, предположительно, кофе. Сюда мы будем наливать кипяток. Снизу, с другой стороны, у нас находится чашка для приема кофе. Кипяточек пока отставлю. Кружку тоже. Сюда нам надо насыпать кофе. Как я и сказал, это можно насыпать просто из пакетика. Или, в моем случае, использовать ложку. Она у нас красного цвета Феррари. Потому что кофе должен готовиться быстро. Ну, то есть, как-то так это должно выглядеть. Сверху надеваю колпак. Все это отправляется вот сюда. Откручиваю понадежнее. Теперь это. Сюда у нас идет кипяток. Здесь специальная отметка. И вы поймете, когда вам нужно остановиться. Сверху. Так. Сейчас я все уберу. Лишнее. И мы приготовим кофе. Механика очень простая. Здесь у нас кипяток. Здесь кофе. Соответственно, мы переворачиваем. И теперь кипяток находится, нагревает нашу кофейную гущу. Вот это ручка, которой вы будете нагнетать давление. Потому что в этой кофемашине создается давление 18 бар. Это ровно такое же давление, как и в любой вашей домашней электронной кофемашине. Вот так она освобождается. Все, что нам осталось, это... Как знаете, в детстве были такие водяные пушки, в которых надо было накачать давление точно так же и потом уже стрелять. Давайте посмотрим, как это будет работать. Вода кончилась. Кофемашина рассчитана на один шот эспрессо. Собственно, вот и он. В общем, попробуем. Здесь даже есть пенка, как в настоящих кофемашинах. Это очень круто. Это настоящий эспрессо, дорогие друзья. Итоги очень простые. Эта штука идеально подойдет для тех людей, кто хочет свежесваренный кофе где-нибудь в дороге или где у вас нет доступа к электричеству. Потому что штука механическая, для нее практически ничего не нужно. Можно даже взять с собой, если вы собрались в лес или на вершину горы, и остановить кипяток в термос и взять с собой молотый кофе. Крайне рекомендую всем кофеманам, таким же, как и я. А мы продолжаем и переходим к следующему гаджету. Следующий гаджет у нас вот в такой вот коробочке. Его мы сейчас тоже распакуем. Называется эта штука SHIELD. Это обложка для паспорта с RFID-защитой. Это, если у вас паспорт с биометрическими данными, новый загранник, ну или в каком-то будущем неопределенном, такими станут все паспорта граждан Российской Федерации. Надеюсь на это. Туда же можно, кстати, положить банковские карты или любые другие NFC-карты или чипы, которые невозможно будет сочетать. Итак, прежде чем мы посмотрим, зачитаю вам описание. Возможно, это интересно. Стильное решение в свежем хайтак-дизайне, полностью блокирующее любое взаимодействие с RFID или NFC-метками, находящимся внутри банковских карт или электронных документов. Специальная экранирующая ткань блокирует радиосигналы и делает чип недосягаемым для ридеров любого типа. А вот это, видимо, та самая ткань, которая не пропускает радиосигналы. Стоит открыть эту штуковину, оттуда сразу доносится запах свежего автомобильного салона кожаного, знаете. Собственно, внутри у нас только обложка и больше ничего там нету, поэтому это нам не понадобится. Сама обложка действительно из кожи очень приятной и очень мягкой. Надпись SHIELD спереди. И внутри у нас обложка для паспорта и, кстати говоря, раз-два-пять отделений для различных карт. Давайте положим туда пару карточек. Вот у меня есть тройка и пропуск на работу. Пропуск с фотографией можно положить вот сюда. В общем, максимально быстрая распаковка. Вот так выглядит эта обложка для паспорта. На сайте у нас можете посмотреть другие продукты SHIELD, тоже с RFID-защитой. А мы переходим дальше. Ledger. И нет, это не MP3-плеер и не флешка какая-нибудь. Это криптокошелек. Один из самых защищенных, который сейчас можно придумать. Только в первой половине 2018 года было похищено криптовалюты на 1,7 миллиарда долларов. И чтобы такого не происходило, придумали такие вот аппаратные кошельки. Что это такое, можете спросить вы. Дело в том, что все вот эти кражи, о которых я сказал, происходили или на фишинговых сайтах, или на компьютерах, которые были заражены вредоносным ПО. Так как ключи шифрования находятся на вашем компьютере, то, соответственно, его легко взломать. С криптокошельками все обстоит иначе. Дело в том, что ключи шифрования находятся внутри этого устройства. И с помощью него же вы подтверждаете все транзакции. Поэтому даже если ваш компьютер изаражен каким-то вредоносным ПО, ваши средства будут в надежности и безопасности благодаря этому. Внутри, вот так вот он открывается, внутри сразу нас встречает криптокошелек. Выглядит, кстати, минималистично. Я фанат таких упаковок. Спасибо производителю Ledger за это. Сам кошелек выглядит как простая флешка. Защищен он вот таким вот металлическим держателем. Внутри, собственно, само устройство. У нас на тесте необычная версия. Она вот такая вот прозрачная. Внутри видны все проводки и механизмы. Можно следить, как оно работает. Что еще есть в упаковке? Собственно, USB-провод для подключения к компьютеру. Небольшой шнурок, чтобы вы могли его куда-то повесить. Кольцо, чтобы сделать то же самое. И еще один небольшой аксессуар. Тоже для того, чтобы куда-то его повесить. Recovery Shit. Это сюда вы записываете свои кодовые фразы, чтобы их не забыть. Эта штука хранится у вас. Вы не должны ее никогда потерять. Ни в коем случае. Потому что настройка происходит таким образом. Вы подключаете его по microUSB к компьютеру. Первую настройку вы регистрируетесь в приложении. Заводите свой кошелек. Или вбиваете туда данные, если они у вас уже есть. И дальше приложение попросит вас придумать кодовую фразу. Вот ее-то и нельзя никогда забывать. Потому что с помощью нее вы сможете восстановить этот кошелек на любом другом устройстве Ledger. Если это, например, потеряется. Или кто-нибудь его выкрадет. В общем, отличное устройство, чтобы сохранить свои криптосбережения. Ну а мы двигаемся дальше. А дальше у нас нечто куда менее электронное. Гаджет для тех, кто любит что-то делать руками. Это деревянный конструктор U-Gears мельница. Если вы не знаете, что это такое, то у нас на сайте огромный выбор этих самых конструкторов U-Gears. На любой вкус и цвет, как говорится. Конкретно эта модель является одной из сложных. Потому что сборка занимает в среднем 15 часов. А состоит он из 585 деталей. Вообще, если вы не знали, что такое U-Gears, то это конструкторы, которые созданы без каких-либо соединительных элементов. Типа клея, винтов и чего бы то ни было еще. Просто деревянные пазы и больше ничего. Но что еще круче, все они созданы таким образом, чтобы каждая деталь могла двигаться. Например, мельница будет вращаться, а стержень внутри будет молоть зерно. Ну, условно, разумеется. Сейф, например, реально содержит кодовый механизм. И все это внутри можно настроить и посмотреть, как работает. В общем, если что-то должно двигаться, оно будет двигаться. А если что-то должно стрелять, оно будет... Ну, в общем, вы поняли. Ну, а мы и пойдем дальше. Следующий гаджет это Паксейф Вайп 150. Вообще, Паксейф это одна из лучших компаний на рынке в том, что касается защитных рюкзаков, сумок и всего прочего. И да, кстати, я делал видео про рюкзаки, рассказывал в том числе про Паксейф Интосейф. Если вам интересна эта тема, можете кликнуть наверх и посмотреть этот ролик. Паксейф Вайп 150 это довольно вместительная наплечная сумка. Номинальная вместительность у нее 4 литра. Основное отделение выглядит вот так. Внутри есть отдельный кармашек на молнии, куда можно положить много всего. Здесь есть карабинчик для ключей. И все это можно застегнуть. Основное отделение очень вместительное. И по заверениям компании сюда поместится iPad mini. Еще есть отдельный кармашек на липучке с RFID защитой, куда вы можете положить свой бумажник, проездной и любые другие NFC-чипы, которые вы хотите содержать в безопасности. Второе отделение чуть поменьше. Сюда может поместиться, однако, много чего. И есть отдельный кармашек тоже на молнии, уже с сеткой. Это специально для ваших наушников или зарядки. Любых проводов, которые могут спутаться. Маленькое отделение у нас закрывается на такую простую собачку. А основное отделение на двойную. Она скрепляется, и вот здесь с помощью замочка ее можно закрепить таким образом, чтобы никто не открыл это отделение. И также внутри есть специальный кружочек, куда можно просунуть маленький замок, ну, чтобы уж совсем секьюрно и наверняка. В чем же основная фишка антикражности этой сумки? Дело в том, что вся поверхность прошита стальной сеткой. И даже если текстиль можно порезать каким-нибудь предметом, то уже через стальную сетку никто не проберется. Она маленькая, и никто никогда не вытащит ничего из этой сумки. Вот эти лямки тоже прошиты металлической ниткой. Их две, они проходят вот здесь, их можно почувствовать. Это сделано специально для того, чтобы никто не смог срезать эту самую лямку. Как и у большого рюкзака, единственная лямка на маленькой сумке тоже может отстегнуться. Для этого есть специальный замочек, который вы должны повернуть. Здесь нажать специальный клапан. И вот так высвободить эту лямку. Это нужно для того, чтобы вы спокойно зацепили эту лямку вокруг любого предмета, который никуда не двинется и, не знаю, отошли куда-то по своим делам. В общем, отличная вещица для тех, кто хочет брать с собой какие-то вещи, но рюкзак это перебор. Ну или прекрасно подойдет для летнего времени года или автомобилистов. И последний пункт подборки это сразу два гаджета. Зубные щетки. Форио ИС-2 и Форио ИС-Мини-2. Они работают на ультразвуковых пульсациях высокой частоты, которые заставляют двигаться ворсинки. Они здесь гибридные, половина стандартная, половина из медицинского силикона. Это сделано для того, чтобы при чистке вы не повредили свои десны. К тому же медицинский силикон не собирает бактерии и потому каждая насадка может послужить вам гораздо дольше. Ну и теперь давайте поговорим про различия. ИС-Мини-2, простите за тавтологию, меньше и идеально подойдет для детей. Ее можно использовать с пятилетнего возраста. Ну и еще есть некоторая разница функциональности. У старшей версии есть регулировки интенсивности, всего их 18. В младшей версии ничего подобного нет. Но здесь есть два смайлика. Сверху улыбающийся смайлик, который появляется каждый раз, когда чистка прошла ровно отсчитанное время. То есть 2 минуты. А снизу грустный, он появляется, если щетку не использовали более 12 часов. Теперь немного про сами пульсации. Старшая версия способна разгоняться до 11 тысяч пульсаций в секунду. Младшая способна выдерживать 9 тысяч. И у той, и у другой есть таймер, который отсчитывает по 30 секунд на каждую четверть вашей полости рта. И выключается через 2 минуты. Вот вам два последних подарка. Для мужчины помладше и для мужчины постарше. Ну а на этом у меня все. С вами был Андрей Рассказов. Это была подборка лучших подарков для 23 февраля. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравился ролик. И пишите в комментариях, что из этого понравилось вам больше всего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok